Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Хочу рассказать сегодня о плюсах и минусах пылесоса Dyson. Купили мы где-то его, наверное, где-то полгода назад. Покупка была такая немножко спонтанная, потому что срочно нужен был пылесос. И на тот момент, когда мы были в магазине, те пылесосы аналогичной модели, но других фирм стоили примерно тоже недешево. Тоже где-то, в принципе, стоимость Dyson. Мы не стали выбирать последнюю модель, потому что я считаю, что там какие-то последние усовершенствованные функции, которыми мы, по сути дела, не пользуемся. Я не знаю, может быть, кто-то пользуется, но в основном мне нужен пылесос для того, чтобы пылесосить. Какие-то используют дополнительные функции, мне это не нужно. Мне нужен был пылесос именно для элементарной уборки. Мы взяли модель, которая называет обычный Dyson. Это, по-моему, была, насколько я помню, модель не самая последняя, по-моему, 400-й, что ли. Но сама модель называется ZS4 AUNM5022A. Такая вот модель. Нигде больше здесь никакого названия другого нет. В принципе, они все выглядят практически одинаково. Ну, которые последние модели, более такая усовершенствованная форма. В составе здесь обычная была вот такая вот трубка, обычная щетка. Насадки. Ответственно, вот такая вот насадка. И вот такая вот насадка мягкая, которая тоже имеет два варианта. Она защелкивается, становится короче и длиннее. Зарядное устройство и блок для того, чтобы зафиксировать пылесос на стене. Но пока еще этот блок мы не установили, я пока никак не определюсь, где я хочу пылесос именно установить, где я именно хочу его хранить. Сейчас расскажу о минусах. С чем я сразу столкнулась, это с тем, что он довольно тяжелый. Из-за того, что у него вот здесь находится батарея, такая вот массивная ручка, вот весь как бы блок питания здесь, фильтр. Он достаточно тяжелый. И первое время после уборки, пока я, допустим, пропылесошу весь дом, у меня начинает болеть рука. Я сначала думаю, что же такое? Ну, может быть, говорю, может такая моя особенность, может что-то у меня не так. Потом муж пылесосил и было то же самое. Вот у меня тоже начала ныть рука. Действительно, когда ты... Я не могу использовать левую руку, я очень редко это делаю. И когда ты в течение, допустим, полчаса пылесосишь, а он довольно тяжелый, то, естественно, рука у меня болит. Поэтому вот это такой минус. Сейчас я как-то уже немножко привыкла, но все равно стараюсь сейчас менять руку, чтобы не было у меня такой сильной нагрузки именно на это плечо. Второе. Его нельзя поставить. Вот я имею в виду в таком положении вертикальном. Вы его, соответственно, не можете поставить. Его нужно именно класть или на что-то опирать, на какой-то... Около стены, какую-то приставку или именно ставить на пол. Просто так в вертикальном положении он не фиксируется. Это тоже, я считаю, минус. Что мне еще не понравилось? Под кроватью обычно бывает небольшое расстояние. Обычно у меня, допустим, прежний пылесос свободно проходил. И эта щетка под кровать не пролазит. Естественно, если я хочу пропылесосить под кроватью, этого не получается. Я использую свифер, там еще какую-то лентяйку, какие-то другие приспособления. Пылесос у меня туда просто не пролазит. И если использовать вот эти насадки, они не очень удобные. Ими хорошо какие-то маленькие поверхности очищать. Допустим, вот это. Вот это для каких-то углов, щелей, маленьких поверхностей. В общем, под кроватью я обхожусь свифером. Следующее, что мне не понравилось. Вот здесь имеется очень такая вот эта вот маленькая щетина. И вот ролик, который крутится. В принципе, он практически всегда остается чистым. Ну, иногда какие-то, может быть, волосы, там какие-то можно его очистить. Но, в принципе, он остается достаточно чистый. Нет вот этого комка волос, грязи, мусора. Нет. Он все как-то проглатывает внутрь. Мне не понравилась щетка тем, что когда я прохожусь по ковру, меня такая щетка жесткая устраивает. Но когда я прохожусь по ламинату или по кафелю, мне хочется иметь какой-то вот такой вот выдвигающийся щет, который будет своей мягкой ворсистой частью хорошо, мягко очищать жесткий пол. Тот же, допустим, ламинат, кафе. Здесь такого нет. Она вот одна, вот такая вот коротенькая. Естественно, вы будете что как бы для ковра, что для мягкого покрытия, что для жесткого покрытия щетка одна и та же. Вот это не очень удобно, потому что, допустим, на обычном пылесосе есть два режима. Вы можете открыть, когда щеточки становятся более длинные, и по жесткой поверхности это все щетка мягко-мягко все очищает. Вот это я тоже считаю минус. Из плюсов. Из плюсов, что я хочу заметить. Ну, то, что, конечно, он без шнура, и его можно в какое удобное место, куда угодно, в общем, и машину почистить, и на любой этаж поднять. И, в общем, полная мобильность. В этом, конечно, огромный плюс. Нет у тебя необходимости быть рядом с розеткой. В общем, это очень-очень удобно. Он очень хорошо держит, в принципе, зарядку. Мне тоже это понравилось. Допустим, мне хватает на полчаса, иногда даже минут на 40 такой вот активной работы мне хватает зарядки. В принципе, заряжаю я быстро тоже. Достаточно быстро он заряжается. Быстро очищает. Он очень мощный. Здесь есть три режима. Минимум, средний, максимум. Я пылесошу на среднем режиме, и, в принципе, меня все устраивает. Он очень хорошо собирает мусор, очищает. Вроде бы вот даже смотришь на пол, чистый пол. Проходишь, и собирается куча мусора, волос, каких-то ниток, пыли. В общем, очищает прекрасно. В этом вообще никаких проблем. И что еще, конечно, большой плюс? Нет никаких мешков. Не нужно ничего выбрасывать. Вы легко открываете одним движением, и мусор выбрасывается с этого контейнера и так же закрываете. В общем, это тоже, я считаю, большой плюс, удобно. Но поверхность вот этого пылесборника, да, она все равно, даже если вы все вытряхиваете, все равно нужно пройтись какой-то сухой салфеткой. Я дополнительно еще очищаю салфеткой, потому что остаются какие-то там волосинки, какая-то пыль, и мне хочется поставить его на зарядку в чистом, более таком чистом виде, и я прохожусь еще дополнительно. Тут тоже такой, ну, не знаю, минус все-таки это, или просто такая особенность, но это есть. Он не остается идеально чистый, естественно, его нужно немножечко очистить. А в остальном, конечно, очень удобно. Ну, и минусом тоже, наверное, является его цена, потому что все-таки мы покупали его за 399 евро. Я считаю, что это дорого, если сравнивать с обычным пылесосом. Если сравнивать с пылесосом аналогичных моделей других фирм, то, в принципе, они были тоже по таким же ценам. Я бы не сказала, что они стоили дешевле. На тот момент на эту модель была скидка, потому что последняя модель, по-моему, стоила 700 или 800 евро. Вот эта модель была не последняя модель, и она была со скидкой. Поэтому за 399 евро мы ее взяли. Что я хочу сказать? Конечно, это недешево, но если вы хотите именно мобильный пылесос, который не будет привязан шнуром и всеми вытекающими из этого неудобствами, то, конечно, большой прогресс. И удобно очень то, что он очень хорошо очищает. Вот это тоже большой плюс, очень мощный. Собирает весь мусор. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Но все-таки я думаю, что если бы я выбирала еще раз, я бы все равно купила бы Dyson. Все-таки на сегодняшний день, я считаю, что очень, конечно, дороговато, но модель оправдывает свои функции, потому что он достаточно мобильный, удобный, хорошо выполняет свою функцию, очищает, быстро заряжается, долго держит зарядку. Ну и о минусах я уже сказала. Поэтому, если вы рассчитываете, допустим, купить пылесос за 5000, то, конечно, это получается намного дороже. Но если вам нужен такой последний, хорошей модели, удобный, комфортный пылесос, то я советую вам, конечно, тоже присмотреться. Тем более, если когда бывают варианты с какими-то скидками, то вообще получается очень выгодно. Поэтому, скорее всего, я бы повторила эту покупку, несмотря на его минус. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всего доброго и всем пока!